Всем гладкого шара дорогие мои друзья и уважаемые подписчики, это мегабольный кубок чемпионов четвертьфинал. С вами я Бруклин и сегодня в этом самом четвертьфинале сошлись две потрясающие команды. Две потрясающие команды, одна из них безоговорочный лидер первого дивизиона в данном сезоне, в нашем третьем сезоне это Скрилекс. И другая команда, к сожалению, занимающая 16 место высшей лиги как раз таки, то есть вы понимаете какое противостояние возможно и стыковые матчи мы можем увидеть между ними, если так повернется судьба. Соответственно мы будем следить за этим принципиальным противостоянием. Так вот, 16 место это команда Баттерфляй. Команда Баттерфляй. Сразу переходим к началу. Команды начали, снимает этот матч опорник. Спасибо ему, что снял. Так вот, и поехали. Скрилекс, они сейчас за красных. Справа Мистер Снэк, Мистер Твикс и Хомчик. Этих парней мы уже с вами знаем. По ходу тоже сезона. Редко меняется основной состав у как раз таки Скрилекс. Мы редко видим других игроков на самом деле по ходу сезона и да и в кубке. Сколько я за ними не смотрел. Всегда Снэк, Хомчик и Твикс выходят в основном составе. Но эти ребята вроде умеют играть и довольно таки неплохо показывают себя в кубке, а в чемпионате так вообще прекрасно. Еще пока ни одного поражения, ни одной потери очков еще нет в чемпионате. И возможно, возможно, Скрилекс повторит, а может даже и лучший рекорд Ньюэдж Мегабол, у которой все было одно, поражение в чемпионате, да и то в финале. То есть в борьбе за первое место, за выход в высшую лигу. Но у Скрилекс есть все шансы этот рекорд улучшить. Что касается Баттерфляя, тут они довольно таки давно играют в нашей высшей лиге. Но в кубке, в кубке они еще не вроде как ни разу не играли. По воле случая, а может вы скажете, может просто на самом деле они хорошо бы сыграли в этом кубке, но они не играли в предыдущую стадию по большому счету. Потому что получил техническое поражение Вектор, они не смогли собраться за указанные сроки. И соответственно Баттерфляй вот так вот, можно конечно сказать, что на шару прошел этот раунд. И вот сейчас встретились наконец-таки довольно таки сильным противником. Хотя многие говорили, что Вектор и Скрилекс намного бы интереснее с вами смотрелись. Потому что Вектор прекрасно себя показывает в этом сезоне. И Скрилекс такой интересный клуб, что было бы практически чуть ли не дерби. Но сейчас, как многие говорят, всего лишь Баттерфляй. Хотя я ни разу не принизил достоинства этой команды. Довольно таки неплохо они смотрятся в чемпионате. Да, конечно не все получается. Сейчас на 16 месте, но они еще имеют все шансы даже выйти в свободную зону. И просто достаточно два матча оставшихся победить. И тогда они останутся в чемпионате. Вот такие дела у нас обстоят с командами по ходу этого сезона. Также, так, состав. Совсем я забыл про состав Баттерфляя. Муська в опоре. В последнее время он опорит. Разнес Сибул. Также у нас появился внезапно в основе. Обычно он выходит на замену. И Диорам. Диорам тоже у нас практически всегда в стартовом составе. Вот что мы видим. Пока борьба в центре поля. Пока ничего такого опасного не создает ни одна, ни другая команда. И на самом деле это здорово. Что идет игра за... На самом деле осмысленная игра за следующий раунд. То есть нет таких опрометчивых выходов, привозов, ошибок. И именно команды настроились на данный поединок. И это замечательно. Что с ответственностью растет как раз таки сосредоточенность. Разум мегабольный, так скажем. Растет задумка и идея. Это безусловно круто. И так вот. Мы видим, что постепенно вроде как подбирают инициативу. Все-таки игроки с Крилекс. Они чаще оказываются на плейне поля Баттерфляй. Чаще. Но пока без особо опасных моментов. Тут вроде как... Ой, сейчас неплохо Хомчик пытался продавить Мучку. Но Мучка в ближний борт пока не пустил. На буфоне он играет. И Хомчик был на Еврагимовича. Соответственно продавить очень-очень сложно. Снэк вот сейчас мяч ему чудом. Чудом. Оказалось около него. К нему прилетел. И не смог он совладать с ним. И соответственно момент он потерял. Снэк сейчас упускает. Разнеси Бола. Разнеси. Бежит, бежит, бежит. За Твиксом. Твикс в угол. И Разнеси пытался переправить на Диорам. И Диорам сейчас вот... Немножко помешал пасу Мучки. Ну Диорам все-таки немножко не так, как планировал, мне кажется, Мучка сделал. Ну да ладно. Вот видим, что вдвоем сейчас толпились. Разнеси Диорам. Но время осталось, кстати, мало. В связи с этим, наверное, они так в ближнем углу-то и засели. Потому что дальняя штанга была совершенно одна. Не дай бог какой-нибудь рикошет для команды именно Баттерфляя. И это бы... Сказалось, скорее всего, был бы гол в пустой угол. Поехали с вами, дорогие друзья, уже второй тайм. Видим без изменений. Снэк Твикс, Хомчик у Скрилекс. И Мучка, Диорам и Разнеси булл у Баттерфляя. Мучка! Сейчас ошибается. Опасный гол! Снэк открывает счет в этом матче. Но тут сами, по большому счету, привезли себе такую неожиданную атаку именно игроки Баттерфляя. Мучка неуверенно действовал. Снэк... По-моему, Снэк это был или Твикс. В общем, кто-то из мистеров из Крилекс поймал Мучку на этом. И начал развивать эту перспективнейшую контратаку. В итоге... Гол с добиванием, но не важно. Была атака хороша. Мучка тоже не зря является основным опорником Баттерфляя. И отбил сейчас Диорам отличную передачу на Разнеси. Разнеси не дотягивается до мяча и дальше его не пускают. Вот сейчас неплохо тут Твикс привозит. Тут Диорам уже подключается к Разнеси и вместе пытаются мутузить. Мутузить оборону Скрилекса. Вот сейчас Твикс с помощью Разнеси неплохой передачи на Хомчика. Хомчик сейчас обыгрывает его Мучка и дальше дальше. Вот и у нас вроде уже игра пошла без центра поля. Команды завелись. Мне кажется, Баттерфляй начал более активно действовать. Уже отступать некуда. Позади... Так, как говорится, Москва. Позади уже вы... Ну, впереди их ждет такой выход. Вылет даже со свистом. И с Кубкой им надо срочно что-то придумывать и отыгрываться. Нельзя так позволять такому дерзкому новичку, как Скрилекс, играть по своим правилам. Потому что мы знаем уже, даже в Кубке доказывали, что Скрилекс играет очень нехорошо. Даже вот помним, обыграли они Бэк Скорпиум. Ой, сейчас опасно! Снэк продавливает Хомчик! Мяч на Хомчик и так к нему подлетел. Хомчик не сориентировался. Но, да ладно, сейчас Хомчик можно забивать. Да, да, да. Вот и он. Исправился, исправился. И 2-0, и уже вот этот тайм, мне кажется, за... Даже не столько за счет, я говорю, а сколько по мысли уже мегабольной, что остается за Скрилексом. Баттерфлей, конечно, тоже огрызается, но это не так массивно и внушительно смотрится, как вот эти вот атаки постоянные от Скрилекса. Практически не дают они продохнуть всей троицы из Баттерфляя. Постоянно какой-то прессинг, постоянно загрузка мяча около... Около штрафной, загрузка мяча за нападение Баттерфляя. И тут они уже диорамой разнеси одного мучку пытаются оставлять. Ну вот сейчас, конечно, вот диорам тут как бы опровергаемая, опровергаемая, сам опасная. И тут Хомчик снова не сориентировался. И Мучка, молодец, сейчас Мучка. Нейтрализовал угрозу. Диорам, разнеси! И разнеси, с пушкой сидел и тем самым не ударил просто по мячу. Был бы обычный зажат удар, тогда бы он смог отдать передачу дальше. Мучка сейчас с диорамом не разобрались. Диорам не понял, что нужно отойти, чтобы Мучка как раз-таки смог ему прокинуть. Ну или хотя бы бы диорам просто отталкивал бы своего оппонента, чтобы Мучке расширить немножко этот коридор, который он открыл около борта. Снэк с Твиксом сейчас неплохо тут затеяли вот такую своеобразную карусельку. Туда-сюда, туда-сюда ходит мяч, но пока только это все около борта. И сейчас Мучка чуть не привозит, но тут под контролем он ситуацию держит. Это и Снэк просто уже догонять мяч в углу. Твикс на Хомчиках, Хомчиках подняет. Нет, не поднимает диорама. Что дальше у нас? Не видим, дорогие друзья, что постарается Баттерфляй как-то сломать ход игры. И не очень его выходит. Тут Мучка иногда, конечно, заигрывается немножко вот такие нелепые. Вытворяет привозы. Ну это микро такие моменты, но из них складывается как раз-таки картина матча. И вот где-то Мучка замешкает. И гол Снэк забивает в ближний угол Мучка. Сейчас явно его вина. Так, я и говорил ранее, что вот Мучка немножко тут отдал корявенько. Тут немножко задержался, долго думал. Соответственно... Ой, сейчас чуть Снэк снова не переигрывает Мучку в ближнем углу. И 3-0, 3-0 у нас счет в матче. Баттерфляя надо срочно что-то изменить, чтобы начать. И отыгрывать. Отыгрывать это... Снова не гол Снэк! Сейчас, разнеси, хотел прокинуть по борту. И Снэка, и Снэк задел, задел в мяч. И так получилось небольшой дабл. От Снэка, но в собственные ворота. И счет размочили игроки Баттерфляя. И счет 3-1. И это реальная возможность в третьем тайме вернуться в игру и начать уже активно штурмовать оборону Скрилекс. Видим, что замена и геймера есть, и пифыч у... Баттерфляя, и... Непонятно почему. Может, можно было все-таки заменить, мне кажется. Мне кажется, можно было кого-то заменить. Например, Диорама, как-то он не очень мне сегодня, честно, нравится. Мало я его совсем называю. Да и Разнеси, в принципе, не очень сегодня грамотно действует. Ну, командам видней, заменять или не заменять. Поехали, третий тайм. И команды, да, решили играть без замен. Все те же лица у нас на поле. Разнеси булл, сметка рака. Диорам буфона и муська на буфоне. Это Баттерфляя. И Хомчик, Снэк, и Твикс у Скрилекса. Все те же шары. Все то же самое. И также картина вырисовывается, что пытаются что-то придумать интересное Баттерфляй. Но пока оборона спокойно... Оборона, имеется в виду Скрилекса, спокойно. Все это нейтрализует. Сейчас, конечно, поддавили. Гоу! Вот это неожиданно. 3-2. Вот это молодцы. Вот сейчас меня просто радует команда Баттерфляйш. Тем, что сохранили они интригу, как минимум, еще на полтайма. Если, конечно, они вдруг резко не посыпятся, не пропустят еще 5 голов сразу подряд, то тогда... Ой, сейчас опасно, Снэк, вырывался. Видите, он один там, по большому счету, хоть и был, окружение вокруг него. Ой, сейчас снова сдвоение! Го! Нет, Муська сейчас засеялась, снял с ленточки ворот буквально. Хомчик тут как-то не спешил. На самом деле, на этот мяч, если бы он, наверное, бы ускорился, возможно, он бы и переправил мяч в ворота. Хотя у него могло быть просто... Нитро кончится. Муська, Диарам! Ну вот снова, видим, оживились у нас игроки Скриликс после 3-2. И как бы это для них не дизмораль, а наоборот, стимул бороться и забивать еще больше, чтобы обеспечить себе спокойную концовку. Ну вот 3-2 неплохо, неплохо смотрится эта игра. Хомчик, Снэк! Снэк бьет... Нет, он просто поднял, я думаю, сейчас пробьет, но поступил на самом деле по уровню. Если он бы пробил, он бы попал бы в Резнисибу, который уже подстраховывал проигравшую позицию Диарам. И снова Диарам тут сейчас вот, ну... Надо было толкать Снэка и отдать мяч Муське, чтобы тот начал свою атаку, а не наоборот. И гол! Вот это изначальная ошибка. Вот она и привела к четвертому голу Скриликс, что Диарам. Пока брал мяч у Муськи, очутился Муська вне грамотной позиции, потому что на его позицию стал Диарам. И плюс еще открытые нападающие соперника. В связи с этим, конечно же, потери мяча. И в связи с этим, конечно же, неправильная расстановка Баттерфляя. Вот этот момент как раз-таки. Как по учебнику, как не надо действовать в середине поля в обороне. Неграмотно. Именно гол, вот именно, вот мне кажется, все-таки это гол Диарама. Хоть тут и все накосячили, но изначально тут Диарам немножко напакистил в своей команде. 4-2 счет и... Сейчас надо сохранять спокойствие Скриликсом и особо-то не зарываться, потому что, как мы знаем... Ой, опасный сейчас Хомчик, снова нет, снова штанга, сколько у Хомчика уже было моментов в этом матче. Прощает он Баттерфляй. Разнеси Буф в углу против Твикса, Твикса его. Обкрадывает опасно, разнеси Билл. Если бы не Снэк, то Твикс бы пропускал бы это 100%, летел совсем мимо него. И Твикс даже не среагировал. Но это было опасно. Разнеси Муська, Муська, Муська. Ну, просто Муська дает на Твикса. Хотя там надо было прокинуть. Имелось такая там зазорчик, имелось между игроками Скриликсой. Но Муська решил просто прокинуть мяч на опорника чужой команды. Но пытается, пытается Баттерфляйс что-то придумать. Но пока не особо у него и выходит. Ну, вот, огрызаются, но вот 100% опасного момента так нет. Муська, ну разнеси, ну разнеси совсем рядом. И Муська слишком сильно отдал. И Твикс тут с мячом контролирует. Тут его Хомчик уже страхует. И Снэк уже с мячом. И Снэк продавливает Муська. Но Муська в последний момент подчищает за собой. И убирает мяч из-под Снэка. Снэк мог спокойно уже забивать. По большому счету. Но Муська в самый последний момент здесь на месте. Хомчик продавливает Муську. Да что же это происходит? Какой кошмар. Вот Хомчик сейчас повторил то, что он не смог сделать в первом тайме. Помните, я вам застрял в этот момент, что все-таки Хомчик не смог продавливать, потому что он играет на другой карточке. Вот, получилось. И Муська, конечно же, тут напортачил. И снова опасный момент. Твикс почему-то не отдал на Снэка. Хотя Снэк совершенно стоял один. И Снэк мог уже забивать. Мне кажется, так было бы даже интереснее, чем просто какой-то полудар, полупрострел от Твикса. Непонятно кому. Бой сейчас снова. Но тут уже понятно, что, скорее всего, Бетерфля у нас уже не отыграется. Остается 16 секунд. И даже штурмы последнего не будет. Вот так вот. И у нас выходит Скриликс. Следующий раунд. Это уже полуфинал. И молодцы. Скриликс полностью оправдывает идею кубка, чтобы показывать именно стил, показывать как раз-таки умение играть команд первого дивизиона. И вот, как мы видим, есть команды из первого дивизиона, которые способны обыгрывать неплохие и такие крепенькие команды из высшей лиги. Всем спасибо, дорогие друзья, что посмотрели вместе со мной это противостояние. Это было довольно-таки интересно. Увидели мы с вами немного ошибок со стороны Скриликса. И довольно-таки привычное количество ошибок со стороны Бетерфляя. Собственный результат налицо. Всем спасибо, всем пока.